Голос дети. Так восторжествовала справедливость или как всегда. Спецвыпуски детского голоса победителями признали абсолютно всех финалистов, включая Микелу Абрамову, из-за которой и грянул скандал. Напомним, 38 тысяч голосов за девочку оказались фальшивыми. И это лишь предварительные данные расследования. Такая развязка устроила не всех. Зрители продолжают обсуждать итоги второго финала. Давайте и мы попытаемся взвесить все за и против. Итак, вот одно из мнений тех, кого не устроил итог второго финала детского голоса. Скандальный финал детского голоса переиграли. И победили все. Только никто не рад. Сплошь негодования и призывы к массовым казням. И не потому что народ плохой, а потому что люди у нас, да, в стране мавроди, молодо-реформаторов и Кашпировского, крайне чуткие доплевков в душу. Такое мы ощущаем фибрами. Людям зрелищ подавай, но не таких, как рыбной мордой в харю тычут. Не таких, где белые нитки тугой мошны, торчат из-за микрофонов в детских ручонках. Все наелись фейками. А тут произошло вульгарное. Анонимные злые миньоны боты, о которых родители Асу, конечно же, и знать не знали. Опрокинули. И точно. Смотрящие в один разок. Потом собрались возле телевизора повторно. Мол, сейчас точно все по красоте будет. И опрокинули еще разок. Дескать, вы там барахтаетесь, лузеры. Голодьба и плебей. А мы тут по телевизору из барвихи поглядим. Плевать на ваши переигровки. Голос наш. Привет от Мики. Написанный в инстаграм дочкой Асу и вовсе смотрится издевкой. Организаторы шоу оказались в Цуцванге. Пытались сгладить, сдобрить, откатить к заводским настройкам. Но увы, тот случай, когда отказ от операции ведет к гангрене. Победили все. В переводе на человеческий, значит не победил никто. Полумеры всегда зло. Они ничего в корне не меняют. Зато с ними начинается развал, крах принципов и магия проекта. В данном случае, людей обижает подмена худшего плохим. Публике дали пососать конфетку, поднятую из пола. И выплевать жалко, и торчит невкусно. Катарсису скользнул, слегка подразнив. Животворящая искорка затухла. Деньги победили. Расходимся. Все. А вот теперь мнение тех, кто считает итоги финала шоу «Голос дети» справедливым. Итак, основной тезис это «Хватит жаждать крови». Мы не знаем, кто это сделал, подчеркнул глава Первого канала Константин Эрст, говоря о махинациях с ботами во время голосования, за что его теперь презирают во всех комментариях на всех форумах, мол, этакий наивный лицемер. Разумеется, он знает. И как мы все. Да, существует гипотетическая вероятность того, что бот атаку на систему голосования придумал и оплатил кто-то еще, а не родители-участницы. Это могли быть, например, инопланетяне, которые им не нравится творчество ЛСУ. То есть мы все понимаем, насколько велика эта вероятность. Почему же Эрнст намеренно ушел от, как говорится, эскалации конфликта? Не заявил в прокуратуру, чтобы все всерьез? Потому что в этом замешанные дети. По факту наказать бы пришлось не офонаревших взрослых, а 11-летнюю девочку. Вы в самом деле хотите, чтобы ради торжества абсолютной справедливости у нее внутри появилась зияющая дыра. А у всех остальных финалистов возникло чувство неловкой причастности к этому зловещему торжеству. Чувство, которое осталось бы с ним навсегда. Эрнст отказался от умозрительной высшей гармонии, не стоящей слезинки ребенка, как Иван Карамазов. Незаслуженные победы Микелу, напомним, лишили. Но с минимальным ущербом для психики детей. Хватит полкать крови, друзья, хоть и без прокурора. Неназванные взрослые наказаны. Есть ведь и другой суд, помимо районного. Вся страна теперь знает, каков, с позволения сказать, нравственный багаж этих людей и им с этим отношением к себе жить. Мы можем только гадать, какие демоны грызут их души. А ведь грызут Вот откуда выверенные, примирительные, явно взрослые строки в инстаграме Микелы. Говорить открыто пока стыдно, но объясниться уже хочется. Вот такие неутешительные итоги финала шоу «Голос. Дети». Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!